Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Ян Гуй Фэй, Кабояси Кокей. 1951 год, бубаго краски Панно, 164 на 83. Согласно китайским преданиям, четыре великие красавицы обладали внешностью, способной затмить луну, посрамить цветы, заставить рыбу утонуть и летящего гуся упасть. Именно красота Ян Гуй Фэй заставляла меркнуть цветы. Девушка рано осиротела, воспитывалась в богатом доме дяди, получила прекрасное образование, научилась писать стихи, петь и играть на музыкальных инструментах, ездить верхом. Став наложницей императора, она добилась придворных должностей и для других членов своего рода. Во время дворцового переворота властитель пожертвовал ее жизнью, чтобы спасти себя и свой трон, но это не избавило империю от гибели. Однако логика бытований легенд не мирится с безвинной кончиной героя. Родилась версия о том, что красавица не погибла, обижала в Японию. Трудно сказать, разделял ли эту версию художник, однако на свитках лицо Ян Гуй Фэй скрытой белой маской. Такую маску, обозначавшую идеальную красавицу, надевали актеры японского театра. Ну, такое описание к работе Кабаяси Кокей. Она называется Ян Гуй Фэй. 1151 год. Бумага, краски, панно. Я нашел в интернете. Текст по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!